Все началось в 2011 году. Тогда, 9 мая, в Томске несколько тысяч человек пронесли по главным улицам города портреты своих родных ветеранов. А в прошлом году акция объединила уже 12 миллионов россиян и жителей еще 60 стран. Речь про «Бессмертный полк». О том, как акция пройдет в этом году в Чебоксарах, будем говорить с директором национальной телерадиокомпании «Чувашей» и региональным куратором Оксана Ачкаса. Оксана Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Вот я признаюсь честно, я очень люблю работать корреспондентом на «Бессмертном полку», потому что вот кого ни спроси, за каждым портретом какая-то удивительная история. Вот почему вы занялись этим проектом? Ну, придумали его друзья мои. Началось все с того, что наши томские ребята, журналисты, кстати, тоже с телеканала, одного из телеканалов в Томске, придумали, провели у себя и рассказали нам. Это было в 2011 году летом, после, собственно, майской вот этой всей истории. Мы сказали, а давайте мы себе заберем. Ну, то есть это же круто, давайте растаскивать по России 12 первых городов. Ну, вот, собственно, мы были одним из них, чебоксары. Я привезла его сюда, ну и вот 6 лет мы достаточно успешно продолжаем эту историю. — Как идею чебоксарцы вообще восприняли? Насколько энтузиастов было много? — Энтузиастов в первый год было 123 человека. Мы шли по очень короткой траектории от «Монумента матери» до «Красной площади». Ну, как бы никто еще не знал вообще, что это такое, да, и как бы что с этим делать. Мы сделали, честно, вот эти вот штендеры. Пошли и сказали, слушайте, ну, как-то надо что-то развивать, да, надо что-то делать дальше. И уже второй год было чуть побольше народу, было около тысячи, а потом началось уже по 15-20 тысяч человек. С энтузиазмом все воспринимают, но, опять же, конечно, здесь способствовало и всероссийское распространение, да, и то, что в Москве вышло огромное количество людей, начали поддерживать, и поэтому каждый год у нас количество людей растет в Чебоксарах. А проблем были какие-то с организацией здесь, с городом? Проблем на самом деле не было. Городу огромное спасибо, и республике огромное спасибо, потому что, правда, помогает. Ну, одному координатору вообще не выжить, да, в данной ситуации, потому что нужны волонтеры, которые будут помогать, нужны люди, которые будут печатать штендеры, нужны типографии, которые помогают, нужно, чтобы кто-то перекрывал дороги, да, и просто физически невозможно одному человеку договориться со всеми, поэтому тут огромное спасибо, правда, управлению культуры, администрации в городе Чебоксары, потому что каждый год мы делаем все лучше и лучше, у нас добавляются музыкальные площадки по ходу прохождения полка, да, и военные песни звучат, и концерты, и поэтому становится более интересно и более так патриотично. Ну, вот «Бессмертный полк» такая акция, я всегда, например, выхожу, стараюсь выходить, даже если я работаю, да, но я знаю, что, ну, в России, да, любят административный ресурс. Есть ли такие действительно сведения, что кого-то когда-то заставляли выходить на «Бессмертный полк»? Ну, вообще на всей территории России есть достаточно много таких примеров, и это то, когда, ну, некрасиво и неправильно. Опять же, у нас, слава богу, на сегодняшний день этого нет, да, ну, то есть я достаточно там внимательно слежу за всем, что происходит в соцсетях, и у нас действительно выходит по велению сердца, и у нас администрация главы, например, очень четко это понимает, и вот нормально идут навстречу, да, что это не вариант, где надо согнать, потому что за патриотизм, а это вариант, когда люди действительно сами вышли, потому что это дань памяти, это про наших родственников, это про наших дедов, да, поэтому здесь, да, здесь правильно скорее так, да, и когда добавляется вот это вот, ну, просто очень часто координаторы в нашей общей группе пишут о том, что в разных городах попадаются вот такие случаи, когда там заставляют селом детей выходить, причем с чужими, например, портретами, но это совершенно неправильно. Ну, я действительно общаюсь с участниками каждый год, действительно, они выходят, потому что, ну, просто они не могут не выйти на эту акцию. А в прошлом году участники собирались в национальные библиотеки, потом шли по проспекту Ленина, Карла Маркса и замыкали парад. В этом году какие-то новшества будут? В этом году у нас, в принципе, место сбора тоже самое, время тоже самое, в 12 часов мы собираемся около национальной библиотеки, и здесь будет концерт для того, чтобы нам долго не стоять и было чем заняться все это время. Идем мы раньше в этом году, примерно в 12.15-12.20 колонна выйдет отсюда, от национальной библиотеки, пойдет по традиционному маршруту, это проспект Ленина, Карла Маркса, мы повернем на композиторов-урабьевых и встанем в хвост парада, и, собственно, вместе с парадом придем на Красную площадь. Главное дополнение в этом году и изменение то, что финальной точкой полка будет речной порт, где будет концерт для всех участников полка, там будет стоять сцена, поэтому мы идем целенаправленно к речному порту. Итак, уважаемые телезрители, 12 часов 9 мая сбору также у национальной библиотеки. Для тех, кто не посмотрел передачу, не все, может быть, запомнил, где еще можно будет посмотреть информацию о сборе и каких-то других организационных? Есть, во-первых, информация, безусловно, на всех городских сайтах, есть информация на сайте мойполк.ру, который является основным сайтом проекта, и туда, кстати, можно выкладывать истории своих дедов и вносить их в летопись. Это не является обязательным для того, чтобы принять участие в построении полка, потому что очень многие люди звонят и говорят, скажите, пожалуйста, а регистрация обязательно нужна? Вот регистрация не нужна, да, то есть мы по воле своего сердца выходим на это, поэтому, естественно, никакой регистрации. Но внести своего деда в летопись, ну, было бы хорошо, потому что более 600 тысяч человек уже занесено по всей России. Чем больше, тем интереснее мы будем видеть вообще всю картину, да, и всю историю. Вот, безусловно, на сайтах всех министерств будет информация, ну, и следите за нашей группой ВКонтакте, национального телевидения, мы тоже выложим всю информацию, и сюжеты еще будут о том, как будет проходить колонна, куда она идет и что с ней будет дальше. Вот пока мы следим за акцией, да, с 2011 года, пока количество участников, оно растет, растет, измеряет уже миллионами человек, десятками миллионов. И все-таки, куда идет бессмертный полк, в прошлое или в будущее? Оно идет в будущее, по одной простой причине, что это такая связь поколений, наверное, да, хорошая, правильная такая. И я знаю, что идут новые технологии навстречу, я знаю, что полк у нас формируется уже не только живой колонной. То, что касается современных технологий, в этом году есть одно большое новшество, которое по всей России запускается, ну, собственно, по всему миру. Есть компания Фотолаб, которая вышла на организаторов, да, на ребятам мечей, и, собственно, они сейчас нам все предложили поучаствовать в этом флешмобе, зайти на сайт компании Фотолаб, загрузить туда фотографию своего деда, и там автоматически сформируется вот этот вот штендер, да, то есть, который все несут. Если вы не можете выйти, даже если можете выйти, вы эту картинку можете выложить в своих соцсетях 9 мая, ну, и, соответственно, на любых сайтах, и сделаем такой один большой флешмоб «Бессмертный полк» в онлайне. То есть можно просто с этого сайта ссылочку, да, разместить на своих соцсетях? Да, там, я думаю, что, скорее всего, можно даже сохранить картинку и просто ее, соответственно, разместить. Вот, поэтому, ну, это очень здорово, мне кажется, интересно, когда лента, наконец-то, в наших соцсетях будет полна никаких-то непонятных новостей, да, и того, что происходит, а это будет такой один сплошной патриотизм и гордость, которая, безусловно, всех переполняет. Так, мы, в принципе, проговорили основные моменты, и все-таки вот что посоветуете участникам? Да, главный совет, который, как бы, вынесен за опыт предыдущих шести лет, мы говорим о том, что колонны формируются в 12 часов. Не нужно приходить в 10-30, да, то есть каждый год у нас есть достаточно большое количество людей, которые приходят сильно заранее, и потом приходится очень долго стоять. Мы не можем пойти раньше, да, то есть у нас есть запланированное время старта колонны, и мы не можем пойти раньше не потому, что мы не хотим, а потому что есть какие-то элементарные правила безопасности, мы не можем прийти раньше парада, да, я не могу повезти людей там под колеса автомобилей и так далее. Есть очень четкие правила перекрытия дорог, поэтому стартанем мы в любом случае не раньше, чем в 12-15. Поэтому приходить, ну, лучше там где-то к полдвенадцатому, а можно прийти к двенадцатому, в принципе, достаточно быстро в последние годы все формируем, и сразу выйдем для того, чтобы не ждать. Нет ведь задачи пойти обязательно первыми, да, ну, наверное, это хорошо, но, в принципе, полк, он один-един для всех, да, и он никого не делит, поэтому неважно, в какой части полка ты идешь, там патриотизм, мне кажется, в середине-то крепнет наоборот, потому что там все люди начинают петь военные песни. Песни, да. Вот, поэтому, ну, запасайтесь водой на всякий случай, потому что погода обещает быть достаточно теплой и солнечной. Понятно, что около национальной библиотеки будут организованы пункты и с водой, и с горячими напитками, да, то есть на всякий случай здесь все будет, но вдруг по дороге кому-то захочется попить, чтобы никуда не убегать, ну, то есть как бы на всякий случай вот этим запастись. Вот, среднее время прохождения колонны у нас обычно, ну, где-то минут 40-50 мы идем до Красной площади, вот, поэтому рассчитывайте на это время, удобная обувь, самое главное, да, потому что на каблуках можно не дойти или устать сильно до финишной точки, вот, а так самое главное взять с собой хорошее настроение, штендер, ну, и прийти вместе со всеми пройтись в колонне. Ну, в общем, да, собираемся в 12, места в полку хватит всем, да, я уверена. Спасибо большое. Ну, что ж, я напоминаю, мы беседовали с региональным куратором и директором национальной телерадиокомпании «Чувашия» Оксаной Очкасовой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!